Для Елены Семеновой из Ульяновска мерить температуру дело привычное, ведь она медик по образованию. Но сейчас у нее необычная миссия. Необходимо зафиксировать температуру воды в Свияге, где через несколько минут будут соревноваться моржи, любители зимнего плавания. Какая идеальная температура для моржей? Для моржей все годится. Ноль! При этом мороз хоть и невелик около 15 градусов, но стоять все равно невелит. Особенно тем, кто готовит прорубь для заплывов. Просто нужно постоянно ее поддерживать в движении воду, для того, чтобы лед не вставал. Потому что мороз достаточно морозный. Минут 10 постояло, уже корочка образовалась. А эта корочка, она чем опасна? Она не замечаешь, как режет. Потом порезов получается у пловцов. К счастью, на этот раз обошлось не только без порезов, но и вообще без каких-либо травм. И все благодаря четкой организации соревнований. Поистине исторических. После того, как Российской Федерации зимнего плавания присвоили официальный статус, значение региональных стартов, соответственно, также выросло. Первый официальный турнир и для нас большое значение имеет. Потому что мы включены в календарь соревнований. Сильнейшие пловцы, которые покажут хорошие результаты, они будут участвовать в чемпионатах России, дальше в чемпионатах мира. История зимнего плавания на новый уровень выходит. Более 20 моржей отважились на участие в первом чемпионате области по зимнему плаванию. Они соревновались на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем. Среди участников как ветераны, так и новички. Но в победителях проверенные пловцы. Такие, как Анна Пшеничнова, победительница и призер с российских стартов. У нее две золотые награды. Перед заплывом, конечно, настраиваешься, чтобы зайти в эту воду. Теплую, скажем так. Для нас она всегда теплая. А после того, как мы приплываем, это большой адреналин. Эндорфины бьют во все стороны. Поэтому здорово. Кроме Пшеничнова, по две победы на первом чемпионате области по зимнему плаванию одержали Сергей Наземов, Владимир Кириленко и Дмитрий Белов. Именно им предстоит защищать честь региона на ближайших с российских стартах. Михаил Сашанский, Управда ТВ.